А то, что Германия в НАТО, это хорошо или плохо? Это было уже давно. Да, это хорошо или плохо? Вы одобряете, что Германия в НАТО? Это плохо, это плохо. Это плохо, то есть вы, живя в Германии, говорите, что плохо. Я живу в Германии, потому что, да, если какой-то конфликт мне попадёт. Очаков ТВ представляет. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы откуда, из какой страны? Из Германии. У вас просто написано Калифорния. Чё? Калифорния? Да, у вас написано Калифорния вот на футболке на ваш. Не футболка, что это у вас, да. Понятно. Я думал, на значок стоит Россия вроде. Нет, значок Россия у вас, да. Ну, рассказывайте, вы из какого города? Город Дортмунд. Как? Дортмунд. Это какая земля? Северный Рейн, Вейспалия. А, Северный Рейн. Вы далеко от Франкфурта на Рейне? Ну, 250 километров примерно. От Франкфурта на Рейне, да? Да. Давно вы в Германии живёте? Восемь лет. Трудитесь? Ну, конечно. А чем занимаетесь профессионально, если не секрет? Не секрет, водитель, автобус. Прикольно. Какого там школьного или публичного или как? Нет, линия... Маршрутный автобус, да? Да, я. А, нормально. Вы из какой страны приехали в Германию? Я вообще в Казахстане родился, в России жил 3 года, до 90-го. Потом Греция 23 года, сейчас Германия 8 лет. Вы в Греции 23 года жили? Ну, да. Ага. То есть вы, наверное, у вас английский был, когда вы в Германию приехали, да? Нет. Не было? Нет, греческий, русский. А вы, ну, учите немецкий? Ну, уже как-то... Ну, сам, сам научился, походу. Немножко вы учили, да, немецкий? Ну, да. Понятно. Неплохо. Слушайте, сколько водитель автобуса в Германии получает? От 2000 и выше. Выше зависит от чего, от стажа работы или от чего-то другого? От стажа работы и от... В какой организации, да, наверное? Ну, организация зависит. И какой у тебя налоговый класс? Класс. Да, да, я понял, я понял. То есть, к какой налоговой категории вы относитесь, да? Не надо. Я понял. Ну, вы довольны жизнью, да, в Германии? Ну, скажем так, нормально. Сейчас доволен, недоволен. Работал дом, дома работал. Ну, вы сам ведь не казах, да, по национальности. Вы кто по национальности? Русский? Я грек. А, вы грек? У вас прямо оба родителя греки, да? Нет, у меня мама русская, отец грек. А, мама русская. А как вы к России относитесь? Положительно. Положительно от какого слова? От всего слова положительно. А как вы относитесь к конфликту между Россией и Украиной? Я думаю, что Россия, блин, долго время тянет. Давно бы уже, скажем так, разъебала эту Украину, чтобы успокоилась. А за что, за что? Да, за их политику националистическую. А в чем проявляется украинская националистическая? А в том, что Украина с 91-го года начала антирусскую политику. А в чем это выражалось? Да во всем, в политике украинской. Ну, конкретно, можете какие-то... Стремление в НАТО. А, то есть стремление в НАТО, это плохо, что Украина стремится? Ну, конечно, плохо. Ну, а вы как думаете, если... А то, что Германия в НАТО, это хорошо или плохо? Подожди, подожди. А если в Калифорнии поставили русские ракеты, это было хорошо, Америке будет? А то, что Германия в НАТО, это хорошо или плохо? Это было уже давно. Да, это хорошо или плохо? Вы одобряете, что Германия в НАТО? Это плохо, это плохо. Это плохо. То есть вы, живя в Германии, говорите, что плохо? Потому что я живу в Германии, потому что, да, если какой-то конфликт, мне попадет. Да вам-то не мешало бы, мне кажется. Ну, мне попадет, да. И вам попадет. Вам тоже не мешало бы. С твоими мозгами вам тоже попадет хорошо. Капец, человек живет в цивилизованной стране. Какая цивилизованная страна? А вы уверены, что Германия цивилизованная? А какая страна является цивилизованной? По-вашему, Россия? Конечно. То есть Россия более цивилизованная страна, чем Германия? Сто процентов. А почему вы тогда не едете туда жить, а? Почему? Я вам скажу почему. Давайте. Мне сейчас 50 лет. Так. Я сейчас хочу уговаривать свою жену поехать, переехать в Россию. Так. Но жена умная не хочет, да? Нет. У меня дети не знают русский язык. Так. Это проблема большая. А сколько детям лет? Они же взрослые, наверное. Не-не. У меня 4 ребенка. 18, 16, 12. Хорошо. Когда они вырастут? Они же останутся в Германии. Они же не такие дурочки, чтобы поехать в Россию. Правильно? А почему дурочки? Почему вы думаете, что в России плохо жить? То есть вы считаете, что ваши дети поедут в Россию жить? Не-не-не. Конечно, нет. Я знаю, что нет. Я не знаю. Я не знаю, если поеду. Почему вы не едете? Вы почему не едете в Россию жить? Так мне бежит 50 лет. И что? И что? Как и что? И что? Так с удовольствием поехать. Так почему вы не едете? Кто вам мешает? У меня дети по-русски не разговаривают. Отлично. Они будут там востребованы, поверьте мне. Русский они выучат за три месяца, блин. Пока они дети. А знание немецкого языка в совершенстве. Им даст еще и возможность карьеры и так далее. Ну, значит, поедем в Россию. Поедет он в Россию. Фантазер, блин. Ой, вы знаете, сколько так людей оттуда, из цивилизованных стран, кричат, да, мы Россию любим, но мы не можем поехать. Вот и начинают перечислять по той, по той, по этой причине, блин. Ну, никто не поехал в Россию еще. Ни один дурачок, понимаете? Нет, я знаю просто, кто приехал с России сюда, и потом уехали через неделю. Через неделю? Верю, верю. Но тот, кто пожил цивилизованной жизнью, он никогда не уедет в это дикарство, блин. Дикарство это было в 90-е годы. А, сейчас, сейчас не дикарство. Нормально, да. А вы были сейчас? Да, был. В России вы были? Был, да. Да? Да. Хуйна, а что вы сейчас в пургу метете меня? Поедете в Россию, посмотрите. Я вернулся два месяца с небольшим назад из России. Ну, это я вам верю и не верю, я не знаю. Ну, это ваше дело, я же не заставляю вас верить. Это ваше дело, можете не верить. Я просто на вас вижу, на вас вижу, что в России вы не были никогда. Как никогда я не был в России, я родился в России. Я жил в России, я русский по национальности. Да, вы что? Да, вы что? Я вам поверю, конечно. Ну, это ваше дело, можете не верить. Ну, конечно. Так как, блядь, верить, себя не уважать. Да. Тебе верить, себя не уважать, понимаешь? Слушай, а у тебя... Слушай, а как будет по-гречески, мне нравится страна Германия? Чисто по-гречески? Да. Именно Марисия и Германия. А скажи, я уехал из Греции в Германию много лет назад. По-гречески, как это? Его эфи из Германии, а полохрония принято. А, ну ладно. Поверили, да? Ну, я допускаю, ладно. Ну, вот знаешь, для таких дебилов, как ты, просто... Почему дебилов, я ж тебя не... Мне смешно на тебя смотреть. Я ж тебя не оскорблял. Да нет, просто ты еще и говоришь русский, но... Блин, мне просто смешно на тебя. Это не моя вина, что я русский, извини. Слушай. Не моя вина. Ты гордиться должен быть. Ты гордиться должен быть. Чем гордиться? Чем гордиться? Было бы чем гордиться. К сожалению, тут... К сожалению, не о чем. Слушай, здесь немцы ездят в Россию и приходят сюда и говорят здесь, как, какая Москва, какой Питер. А ты мне сейчас сидишь и поргу в тюрьму. А они не пытались, они не пытались в любой поселок или городок между Москвой и Питером заехать, нет? Чтобы посмотреть на Россию, а не на Москву. Не пытались? А здесь что, в Германии много таких городков, которые хорошо живут? В Германии инфраструктуру ты сейчас будешь сравнивать с Россией? С российским бездорожьем, с российской вот этой херней ты сейчас будешь Германию сравнивать? Я в Германии был много раз, поверь мне, много-много раз в разных городах. Я здесь живу 8 лет. Даже сравнить нельзя, даже близко. Вот это вот рухлит российскую и чистоту, и аккуратность, и благоустройство в Германии. Да что ладно, блин. Слушай, а ты эти шторы откуда привез? А бабушке от твоей досталось? Из Советского Союза еще вот эти? Тюль вот этот? С Турции. С Турции. Блин, ужасно, блин. Неужели на Западе такое дерьмо еще вешают, блин? Вот представь себе, здесь в Германии турецкие шторы продают. Слушай, а ну скажи, я люблю Россию больше, чем Германию по-немецки, скажи. По-немецки? Да. Ну да, можешь связать два слова. Молодец. Ну, я 8 лет живу, я не говорю, что я перфект знаю. Да не, я понимаю, что ты там еле связываешь два слова, да водителю и автобуса этого и не надо. Понятно. Ну, я хотя бы три языка знаю, ты вообще сколько знаешь? Да я ни одного не знаю. Вот именно. Так что заткнись и не пизди мне. Почему? И убежал, блин, зачем он убежал? Ну, хотя неприятно с ним разговаривать, неприятный осадок. 8 лет человек живет в Германии, до этого он жил в Греции 24 года, до этого в Казахстане, а стремится в Россию и говорит, что она более благоустроена, чем Германия. Блин, это что у человека в Баш... Но, естественно, не едет. Естественно, не едет. Более того, я вам скажу. Он никогда не поедет жить в Россию. Никогда. Единственное, когда он реально может поехать, когда он получит германскую пенсию, и на которую там не разбежишься, потому что он относительно недавно в Германии живет. И он будет, может на нее жить, шиковать в нищей России. Это правда. Чувствовать себя королем там. Вот это я допускаю. Ну, если он в этих дикарских условиях захочет провести остаток своей жизни. Дети его, естественно, никогда никуда не поедут. Это абсолютно точно тут, без сомнений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин